Лето, солнце, но до жары пока не дошло. Нетипичное для наших широт лето, не повод отменять планы на летний отдых. 1 июня после долгого учебного года сотни детей отправились на заслуженный отдых в детские лагеря. Для маленькой Ангелины это первая дальняя поездка без родителей. Чемодан дочери помогала собирать мама Наталья. Мы едем первый раз, мы, конечно, переживаем. Самое необходимое для нас, наверное, это все, потому что в первый раз это и майки, и кофты, и прекрасное настроение. А вот для многодетной семьи Кубасовых такой отдых стал уже традиционным. Девчонки все рады. И Саша. Саша у нас не первый раз уезжает в лагерь, а девчонки в основном 7 лет, 8 лет, они едут первый раз. Вик тоже, кстати. Третий. А, Вик третий уже едет, да. Мне всегда возилось уважательно, они были веселые, интересные. Были всякие развлекательные конкурсы, программы, мы купались и развлекались. Главное повеселиться и участвовать в конкурсах, отдохнуть хорошо от родителей и так далее. Отдыхать от родителей будут и сестрички Патранины. Пока только старшие Лилия и Снежанна. Маленькой Ульяше нужно еще немного подрасти. Поедешь в лагерь с сестричками, когда вырастешь? Поедешь? Давай. На машине. 15 лагерей уже открыли свои двери для детишек со всех уголков области. В первой смене принимают участие больше трех тысяч школьников. Несмотря на холодные первые дни лета, педагоги и вожатые к погодным условиям готовы. Самое главное – угодить детям. Нам очень хочется, чтобы дети за время пребывания в лагерях в первую очередь оздоровились. И, конечно, главной задачей нашей, когда мы проводим летнюю оздоровительную кампанию – это безопасность и оздоровление. То есть отдых должен быть содержательным, чтобы он был интересным, чтобы дети на всю жизнь запомнили пребывание с положительной стороны. Первая смена в детских лагерях и санаториях продлится до 21 июня. Последняя, четвертая смена закончится прямо перед началом нового учебного года. А пока впереди целое лето и веселье только начинается. Кристина Жакот, Данила Сурков. Новость Ульяновской правды.